Андрей Владимирович, я так счастлива с вами лично разговаривать, это было моей мечтой, я писала где-то об этом, что какой приз, какой подарок я хочу, хочу вживую пообщаться с Андреем Владимировичем, ну вот практически вживую общаюсь. Это правда. Так, ну я из Москвы, я психолог, читала большинство ваших книжек, прошла большинство онлайн-курсов, с вами знакома, ну давно еще со времен вашей работы на телевидении, на Первом канале, с тех пор слежу, читаю с интересом, и вот знакомство с вами перевернуло мое мировоззрение. Вот я с вами познакомилась уже будучи в зрелом возрасте, и я, честно говоря, не ожидала сама от себя, что я вот, что люди меняются в таком возрасте, и в общем, ну главным своим достижением я считаю, что я вот не останавливаюсь в развитии, в профессиональном и в личностном, и в общем готова впитывать все новое, современное, потому что когда я училась, я закончила психфак МГУ в девяносто первом году, я еще училась в советское время, в советской школе. Да, другая была психология. Да, это с этих пор столько воды утекло, столько времени прошло, вот, и в общем вот столько много нового, и в том числе и благодаря вашим усилиям я вот продолжаю, в общем-то, интерес к специальности поддерживать, и несмотря на некоторое выгорание, профессиональное, конечно, Ну, в общем, вы вдохновляете, Андрей Владимирович, прямо вот с восхищением я отношусь к вам, очень рада с вами поговорить. Вопрос у меня такой, я хочу заранее перед присутствующими извиниться вот за что, он может быть такой немножко резкий, категоричный мой вопрос, но это не относится, я прошу не относить на свой счет вот всех, кто здесь собрался, потому что здесь, конечно, у нас отборная публика. Это правда, у нас лучшая публика. В целом, да, поэтому вот вопрос мой так звучит, что, уважаемый Андрей Владимирович, неужели вы так, хорошо зная природу человека, еще не до конца разочаровались в людях, и видите смысл вкладываться всей своей жизнью в просвещение масс, в основном малообразованных, и в большинстве своем слабо способных мыслить. Верите ли вы в лучшее будущее человечества и в победу процессов развития над деградацией? Потому что вот, читая ваши книги, складывается такое впечатление, что мы катимся, деградируем. Мы как человечество, как масса. Да, я про это как раз и говорю, и это меня беспокоит. И степень... Мне казалось, что я в целом уже многое в этой жизни повидал, и со многим сталкивался в разных ипостасях, как врач, как психотерапевт и так далее. Но жизнь продолжает удивлять, и степень падения, конечно, может быть значительно драматичнее, чем я себе представлял. Прежде всего, мне здесь беспокоит даже не мышление, а какое-то нравственное начало и какая-то порядочность, которым мне в целом казалось, что как-то люди должны это ценить и должны это хоть как-то проявлять. Но время очень эгоистичное, очень в этом смысле жестокое. И огромное количество людей ориентировано только на заработок, и неважно, каким образом он будет получен. Это такая новая реальность вот такой странной меркантильности, с одной стороны, потому что она ущербна, потому что это никогда хорошим не заканчивается. Это какая-то предельная недальновидность многих людей. И я испытываю какую-то жалость к людям, которые могут вести себя непорядочно и не понимая, что это в конечном итоге все равно к ним вернется. Потому что невозможно быть счастливым, если ты всех обманываешь по кругу. Рано или поздно это тебя где-то настигнет. Вот, поэтому я здесь с вами соглашусь, что времена не лучшие. Я на своих лекциях часто цитирую Капицу, который говорил, что процессы, свидетелями которых нам предстоит стать, они не зависят ни от государств, ни от отдельных людей, ни от сообществ. И цитирует там дальше, кто посетил сей мир в минуты роковые. Значит, вот, собственно, мы сейчас в роковых минутах находимся мира. Такая странная точка бифуркации с большим количеством развилок. И, конечно, тяжко думать, что мир идет не туда, куда хотелось бы, и непонятно, как его останавливать. Но, с другой стороны, наш социальный круг – это все-таки те люди, кто нас выбрал, кого мы выбрали. Да, и в близком кругу может произойти все, что угодно. Но, в целом, я очень счастлив тем, что у меня огромное количество друзей, людей, которые меня поддерживают, для которых важно то, что я делаю. Поэтому мне очень ценны ваши такие приятные слова на мой адрес. Я не знаю, насколько там я уж их заслуживаю, но мне, правда, это очень дает силы дополнительные действовать. Если говорить в такой чуть более, менее морализаторской, иногда чувствую, что я какой-то стал старый. Причитаю, что же творится. Но, если говорить так в чуть более конструктивном ключе, то я вижу следующие вещи. Во-первых, тот стресс, который сейчас переживет человечество, приведет к изменению системы воспитания определенной части людей. Я не думаю, что это будет касаться абсолютно всех, но вот как-то раньше долго говорили, все время говорили, вот как покинуть зону комфорта. Значит, вот мне кажется, что мы сейчас пришли в ту точку, где всех лишили зоны комфорта, вот этой комфорта области. И дальше это будет или деградация, или это будет действительно какая-то часть людей поймет, насколько важно вообще быть функциональными, насколько важно заниматься реальностью, насколько важно мыслить и понимать то, что происходит и так далее. И я не люблю развитие через травмы. Это, мне кажется, жестоко. Но факт в том, что мы сейчас понесли травму, она дальше будет только усиливаться, потому что все жили совершенно в каком-то ощущении, что все будет счастье вечным. Значит, вот этот, давайте я куда-нибудь вложу деньги, буду лежать на диване, они будут капать. Это какая-то абсолютно наивная, абсурдная конструкция. И то, что вы учитесь, продолжаете учиться и так далее, это у нас в стране всего лишь 20% это переобучение взрослых. Во всем мире это уже 48%, потому что мир очень стремительно меняется. Если люди не учатся, если они не готовы перестраиваться, не готовы осваивать новые навыки и так далее, они точно проиграют в этой социальной гонке, и которые будут только обостряться по мере того, как ресурсы, которыми оперировала страна в целом и так далее, будут сужаться. Это неизбежные такие вещи. Поэтому мне очень ценно, что вы продолжаете обретать дополнительные навыки и компетенцию развивать и так далее. Потому что, когда мы говорим про детей, прогнозы, по крайней мере, до падения глобального мира, что мы сейчас наблюдаем, у нас же не просто сейчас какая-то специальная операция, у нас глобальный мир перестал существовать. Он теперь делится на уже вполне очерченные зоны влияния, силы, центры силы разные и так далее. И мир-то жил за счет ресурсов. У нас совокупный долг ВВП планеты, вы вдумайтесь, он под три года. То есть мы задолжали три года ВВП. И у нас такое ощущение, что мы живем в мире замечательном, но мы живем в долг. И в какой-то момент просто наступает история такого не финансового дефолта, а дефолта экономик, дефолта способа производства и так далее. И мы сейчас это будем наблюдать. Просто как только цепочки производственные начнут сыпаться, по всему миру. Это будет происходить. И я про это писал в Четвертой мировой войне. Там у меня было пережить Третью. И сейчас я планирую в июне довершить Третью мировую войну. У меня будет забавно. У меня Четвертая мировая война. Сейчас я работаю над книгой Третья мировая война, где я буду описывать больше актуальную ситуацию, нежели то, что нас ждет. И в этой книге Четвертая мировая у меня такое очень пессимистичное было восприятие того, что с Россией будет происходить. Потому что у нас действительно и технологичная, и проблема с образованием, и социальной конкуренцией. Она у нас была не здоровой абсолютно, не функциональной. А образование не было инвестицией в свое будущее. Оно было просто формальностью. И при таком подходе у государства немного шансов на то, что люди как-то возьмутся за голову. Сейчас я боюсь, что мы... Боюсь, что хороший сценарий. Всех заставят взяться за голову. Как-то начать действовать более продуктивно, более внятно. Может быть, станет понятна ценность социальных связей. И в этом смысле уровень. Что такое нравственность и мораль? Это же история, при которой мы рассчитываем на других людей. Если у вас теряются эти инструменты регулирования человеческих отношений, то мы перестаем всем доверять, и общество разваливается. Но без людей невозможно ничего. Ни получение тех же навыков, ни создание чего-то значимого, и так далее. И мы сейчас... Вполне возможно, вот этот очень странный исторический эпизод, в котором мы находимся, он позволит как-то пересобраться. И у нас это известно. Это называется такая... Есть автор такой российский. Я забыл, как его зовут. Он написал модель бизнеса, российского бизнеса. Я сейчас плохо, может быть, книжку цитирую, название. Он говорит, что мы всегда развивались только в мобилизации. То есть, когда начинается реально вот то, что называют долго запрягаем и быстро едем. Нас надо запрячь. Если нас запрячь, то мы вполне, так сказать, можем и социально структурироваться. И вы вспомнили Советский Союз, но он же там при всех минусах все-таки социальные взаимодействия, отношения между людьми были ключевой просто фактором твоего успеха, выживания и так далее. То есть, это же такие вещи были. Поэтому, может быть, мы и социально, и с точки зрения профессиональной начнем, так сказать, сучить, наконец, лапами. И это приведет к каким-то более оптимистичным развитию событий, нежели я предполагал в главе «Пережить третью» в книге «Четвертая мировая война». Там я предполагал, что мы развалимся на несколько городов-государств. И сейчас я думаю, что в целом как бы возможно другие варианты развития событий. Но посмотрим. я же все равно в любом случае я про эту геополитику, про политику, про все, я про это много думаю по причине того, что я вообще очень люблю историю, я люблю понимать пружины, которые работают, создают те или иные вот эти эксцессы, которые превращаются, становятся историческими событиями. Это меня очень занимает. Но при этом мне в целом абсолютно безразлична политика, потому что я беспокоюсь только о людях. Я понимаю, какие травмы приносят любые перестройки, трансформации и так далее, войны. ну то есть я такое количество страданий человеческих видел, связанных с этим. Сейчас вот Нагорный Карабах когда проходил, у меня все время перед глазами беженцы, которые с посттравматическим стрессовым расстройством, которых там в этом Нагорном Карабахе резали на глазах друг у друга. Вот. И я просто как бы вот эта вся, конечно, жуткость этой геополитики, я все время думаю, чтобы вот как людям помочь с тем, чтобы но был глаз вопиющего в пустыне, понимаете, вот когда я занимался этим психологическим просвещением, вот вспомнили, что я там на Первом Канале, вот, идея была простая, просто людям объяснить, что у них бывают состояния, которые требуют помощи, вот, потому что это не было очевидно еще в 90-х, даже не говоря уже о более ранних периодах, вот. Сейчас я все время говорил про интеллектуальный ресурс, как он снижается, про социальный ресурс, как он снижается и так далее, и это тоже мало кого занимало. Сейчас, когда под 100 тысяч айтишников уехало из страны, вот, ну, я думаю, как-то станет понятно, что вообще образование и развитие интеллектуальных навыков – это вещь крайне важная. Управление системой, которая сейчас у нас понятно будет трещать по всем швам, это тоже потребует людей с мозгами, потому что на кого угодно такую историю не бросишь. Поэтому в общем, я думаю, какой инструмент дать людям. В общем, нас засыпает, а я даю лопаты. И вот мы выкатываем, оно, конечно, туда все продолжает засыпаться, но пока разгребаем вокруг себя еще как бы общая история не кажется предельно драматической. Хотя я согласен с вами, иногда это обескураживает человеческие, человеческая подлость. Ну, что поделать. Мы будем делать наше дело. Такой план. А там делай, что должен, там будь, что будет. У нас сейчас стоическая философия должна начать превалировать в нашем, а то мы в гедонистическом таком были. Вот это все, вот это, я переживаю, что я долго говорил. Просто раньше вот это было время, когда очень много было язвительной вот такого юмора. Вот все превратилось в такое, все превратилось в какую-то вот шараду какую-то, вот как кого-то подколоть там и так далее. При всей моей любви к Павлу Воле там и так далее. Но была создана история, при которой вы должны иронизировать над всеми. И если вы не иронизируете, то вы как бы слабый. и сила это вот в том, что вы должны всех подколоть там и так далее. И это на самом деле вот вещи, которые они свидетельствуют о том, что дальше следующий шаг это будет социальная катастрофа. Непонятно, по каким линиям пройдет разлом, но когда все люди начинают друг друга обесценивать, ну, все будет плохо. И вот, ну, как бы, сказать про человека хорошо, это неловко. Его, значит, там как-то покрыть всеми возможными способами, это ты сразу молодец. Ну, вот такой способ самоутверждения, который, к сожалению, у нас сформировался в общем, в целом, как в мировоззрении, вот, это, конечно, был путь к концу. Ну, может, сейчас взбодримся, я не знаю. я как-то думаю, что надо видеть во всем, что происходит сейчас, шанс. Шанс нам как-то где-то покаяться за бессмысленность прежнего времяпрепровождения. Я вспомнил про циников, это просто, я вспомнил про стойков, да, там просто были еще скептики, были циники, там был целый набор всяких разных философских течений, они всегда предшествуют распаду империй. Значит, вот как только появляются, значит, вот представители философских направлений, которые говорят, истины не существуют, значит, поэтому мы будем вести себя так, чтобы нам просто было выгодно, вот, это всегда, это диагноз, это сейчас, это империя пойдет ко дну. Вот, мы просто, у нас это было совсем недавно, мы не просто так оказались в нынешней ситуации. Я что-то очень долго, да, я просто начал просто думать про разные. Большое спасибо, Андрей Владимирович, за такой развернутый вопрос, было очень интересно и для меня очень важно и ценно было услышать, что все-таки, несмотря ни на что, верите в людей, сохранили любовь, сочувствие к людям, и, в общем-то, без этого никак. Да, да, спасибо вам большое, и вот такими людьми, вот как вы, просто, наверное, вот будущее и строится. Спасибо большое. Спасибо, примите искренне. Нами вместе.